Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, 8 февраля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, глава 4, 20 стих, и глава 5, с 1 по 21 стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедый водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство Сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и Сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Ибо вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чтобы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного, и добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из первого послания апостола Павла, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И в этом отрывке раскрывается суть православного учения о Святой Троице. И в этом отрывке есть свидетельство о Святой Троице. Но начнем с самого начала. Этот стих начинается с конца четвертой главы, точнее, вернее, этот отрывок начинается стихом конца четвертой главы, где говорится, мы имеем от Него такую заповедь, что любящий Бога любил и брата своего. То есть заповедь Иисуса Христа о любви к ближнему. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. И здесь говорится о том, что любящий Бога побеждает мир, и сияя из победы, победившая мир, вера наша. Именно вера и исповедание Иисуса Христом, то есть Иисуса Мессией, и побеждает мир, и делает нас победителями. Потому что именно это условие вводит нас в жизнь вечную, и освобождает нас от рабства греху, и рождает нас не в смерть, а в жизнь вечную. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. «Сей Иисус Христос, пришедый водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, и три свидетельствуют на земле». И здесь говорится о свидетельстве небесного Бога Отца и о свидетельстве земным. Когда говорит апостол Иоанн о свидетельстве неба, он говорит о том, что именно в крещении было явление Духа в виде голубя, сходящего на Иисуса Христа. Так надлежало исполнить всякую правду. И это свидетельство неба, это свидетельство неба в виде вот этого Бога явления, этой Теофании на реке Иордан во время крещения. Это первое свидетельство неба. Дальше свидетельствует о нем еще и кровь, и дух. Кровь – это, конечно же, страдание на кресте Спасителя нашего. Он пришел водою и кровью, то есть он пришел не просто только крещением, но пришел еще, чтобы пострадать за нас, поэтому пришел водою и кровью, и духом, потому что он даровал дух и являл действия Духа Святого во время своего служения. Не водою только, то есть он не был просто каким-то харизматичным учителем, но не просто был раввином, но он был сыном, действительно сыном Божиим, потому что дух свидетельствовал в нем и о нем. Ибо три свидетельствует на небе Отец, Слово и Святой Дух. И сии три – суть едина. Это прямое указание на внутритроическое отношение и прямое указание на Святую Троицу. И три свидетельствует на земле Дух, вода и кровь. И сии три – об одном. То есть было свидетельство неба и было также свидетельство земли. То есть все то, что происходило на земле, оно подтверждало небесные глаголы о Христе и наоборот, все то, что говорилось о Христе с неба, подтверждалось и его земным служением. Поэтому, если мы принимаем свидетельство человеческое, то есть его крещение от Иоанна, его крестные страдания, распятие, его воскресенье, то свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Далее, в 13 стихе, вернее в 16, говорится о грехе не к смерти. И преподобный Серафим Саровский так толкует этот отрывок, говоря, «Итак, не вознерадим обращаться к благоутробному владыке нашему, скоро, и не предадимся беспечности и отчаянию ради тяжких и бесчисленных грехов наших. Отчаяние есть совершеннейшая радость дьяволу, оно есть грех к смерти, как гласит Писание». Так получает нас преподобный Серафим Саровский. И в конце своего послания, завершая первое свое послание, апостол Иоанн говорит, «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Итак, здесь, дорогие братья и сестры, укор и нам. И нам, мы должны каждый сами подумать, живем ли мы действительно в Боге и рождены ли мы от Бога. Соответственно, если мы продолжаем грешить, мы должны понять, живем ли мы в Боге, потому что мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного и да будем жить в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Это прекрасный призыв, которым заканчивает апостол Иоанн свое послание. Мы же, дорогие братья и сестры, будем молиться и обращаться к Богу. Помни о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова